Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На Радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о глобальной повестке. И у нас в гостях директор Балтийского форума Александр Васильев. Добрый день, Александр. Добрый день. Темой нашей сегодняшней встречи стала, ну, конечно же, виртуальной встречи по скайпу. Стала книга, которую недавно выпустил Балтийский форум. Она называется «2020. Пандемия и пересмотр глобальной повестки». Здесь дан, ну, довольно-таки развернутый анализ происходящих событий с точки зрения мировой экономики и политики, каких-то глобальных процессов, которые выявили противоречия, копившиеся в течение многих десятилетий. И поставили вопрос о том, как эти противоречия будут решаться. И ещё один повод, ну, как бы сказали журналисты, оперативный повод – это состоявшийся недавно в Довозке форум. Речь Путина на этом форуме, которую некоторые наблюдатели описывают как судьбоносную, сравнивают её с мюнкенской речью. И, конечно, лидер России сказал о тех вещах, которые, может быть, западные лидеры не очень хотят озвучивать. И это вызвало определённую реакцию. Мы приглашаем радиослушателей к активному участию в передаче по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Сегодня передача идёт в прямой трансляции на Фейсбуке, так что вы можете следить за нами и на экранах ваших телефонов, или что там у вас есть под рукой. Итак, вот книга, конечно, никоим образом не согласовывалась с повесткой Довозского форума, но так получилось, что говорят, в общем-то, об одном и том же, Александр. Вот что, по вашему мнению, стало такими основными темами этого форума, состоявшегося, и что выявила пандемия в мировом процессе, в глобальном? Ну, во-первых, нам показалось, что некоторые наши положения, наши книги, они как раз нашли отзвук именно в выступлении президента, и в какой-то степени это довольно отрадно. В принципе, нас, как и российского президента, интересовало того, каким мир будет после пандемии. Потому что пандемия — это фактически как бы следствие тех кризисных явлений, которые в мире нарастали все последние годы. Это вы знаете, как будто вот сейчас зимой, в прежние годы ты чувствуешь, у тебя повышенная температура 37 градусов, насморк, ломит в суставах, но ты все равно ходишь на работу с этим и думаешь, что ты грипп перенесешь на ногах. И вдруг раз коронавирус, как, наверное, в данном случае, как внезапная пандемия, тебя заставляет, ну, серьезно отнестись к тем проблемам, которые... Накопились в организме. ...зовно уже стояли, копятся, и они уже, наверное, достигли такого уровня, что они представляют реальную опасность. И поэтому как в книге, так и в выступлении президента прозвучали целый ряд таких очень серьезных опасений. В первую очередь президент сказал, и мы отмечали в своей книге о том, что мир сейчас стоит приблизительно в той ситуации, в которой он находился в 30-е годы. Когда расшатывание системы безопасности и системы ограничения гонки вооружений с одной стороны и другой дисбаланс в экономике и финансовой сфере достигли таких опасных пределов, что в прежние годы и 30-е годы это показали, это все, как правило, выливалось в открытые военные столкновения. Ну и надо отметить, что сейчас количество вооруженных конфликтов по-прежнему растет, а те конфликты, которые возникли за последние 10 лет, такие как в Сирии, к примеру, или в Ливии, они продолжают гореть и лететь, и конца и края этим конфликтам пока, к сожалению, не видно. Вот, поэтому мы хотели бы определиться с тем, какой мир будет, какой мир будет после пандемии и сможет ли мир встать на новые рельсы. И здесь отрадно было услышать от президента та мысль, которая повторяется в нашей книге, что, к сожалению, простые люди стали не целью их нормальной жизненной условия, стали целью работы всего общества, всей экономии, а наоборот, они стали объектом извлечения прибыли. И здесь прямо говорится о том, что высокотехнологичные компании, они не только нарастили такой объем финансовых своих возможностей, что могут конкурировать с государством, но они стали, как показали американские выборы, они стали реально влиять на ситуацию в политической жизни этой огромной страны. И поэтому, в принципе, президент Путин говорил о том, что на волне роста в мире популизма, роста крайнего левого и правого радикализма, наверное, должно государство подумать о том, как, в принципе, ограничить всевластие, значит, корпораций, интернациональных корпораций. И в этом смысле нас еще волновало очень, и это прозвучало у президента, о том, что международные институции, такие как ООН и его подотчетные ему организации, как Организация здравоохранения или ЮНЕСКО, они теряют свой прежний авторитет. Их как бы выталкивают на обочину. Чем дальше, тем больше происходит такой, как бы нарастает хаос международных отношений. И это и нас, и, как видно, и президента России очень сильно волнует. Понятно. Но рецепты, которые обсуждаются, они, в принципе, ведь не являются никакими радикальными. То есть, если мы говорили, что в 30-е годы имело место противоречие между двумя фактически системами производственных отношений, то есть одна была система, основанная на собственности капиталистической, на средства производственной эксплуатации труда, то, с другой стороны, ей противостояла система, основанная на общенародной собственности, то есть социалистическая система, в которой, конечно, тоже были задействованы трудовые ресурсы, но все-таки перераспределение, полученное в результате их труда прибыли, шло в интересах широких масс. И это было противостояние, которое вызывало, естественно, и этиологическую подоплеку и так далее. Сейчас фактически все топят за одно и то же, все топят фактически за капитал. И социальные различные проблемы, решение социальных проблем или создание неких социальных лифтов или пакетов являются просто системой откупа этого капитала от людей, чтобы они просто не возбухали, грубо говоря. И получается, что фактически это противоречие неразрешимо, потому что идет речь о том, кто будет доминировать. Значит, Соединенные Штаты пытались эту роль исполнять в течение 30 лет после распада Советского Союза. Сейчас очевидно, что они с этой ролью не справились и свято места пусто не бывает. Кто придет на смену? Глобальные корпорации, которые фактически нас уже контролируют. Вот недавно я узнала, что Фейсбук уже открыто следит за перемещениями и действиями своих пользователей вне Фейсбука. То есть нужно произвести определенную манипуляцию на компьютере или в своем профиле для того, чтобы запретить Фейсбук это делать. И в итоге, конечно же, все эти корпорации, Гугл и Фейсбук, которые следят, отслеживают движение своих пользователей, объясняют это их интересами. Мы вам предоставим лучшую рекламу, мы вам подскажем по ходу вашего движения по городу, где вам лучше припарковаться или где вам лучше купить продукты и так далее. А в итоге это система такого глобального контроля, и за ней следует система глобального манипулирования, которую мы уже ощущаем на своей шкуре. То есть многие гражданские права уже по факту пандемии ушли в прошлое. Вот видится ли и представляется ли политиками некое решение этих вопросов? Ну, я бы не совсем согласился с первым тезисом, Люся, о том, что в принципе, даже если сейчас нету того острого соревнования как бы планового и рыночного хозяйства, но та... Не в плановом и в хозяйстве, нет, Александр, извините, речь не о плановом или рыночном, речь о собственности на средства производства. Это краеугольный камень системы, а плановая она, рыночная, государственные корпорации или общину общественную, это уже второе дело. Я как раз к этому и хотел подвести. Лет 10 назад один из наших коллег, Сергей Караганов, он как раз и поднял вот эту проблему о том, что в принципе капитализм, который, либеральный капитализм, который культивируется в США, в странах Европы, ну, в принципе, в западном мире, он отличается от того капитализма, который существует в таком авторитарном государстве, как Китай. И тогда уже 10 лет назад был задан вопрос, а какая форма вот этого общественного устройства, когда абсолютно вы правы, в том, что значительная часть средств производства в том же Китае принадлежит государству, и крупнейшие компании как раз они находятся в государственной собственности. И уже тогда было ясно, что та модель экономического развития в том же Китае, она оказалась гораздо более эффективной. И в принципе такие же некоторые моменты можно наблюдать в той же, скажем, ситуации в той же России, если мы об этом говорили. И поэтому возникает вопрос о том, что какая из моделей в дальнейшем будет более эффективно работать. И здесь о том, о чем я начал разговор, о том, что в принципе один из рецептов, который сейчас предлагается, о том, что роль государства должна быть более, наверное, весомая в определении, что ли, как бы в кавычках, правил игры, с тем, чтобы эти транснациональные компании работали в интересах общества, а не занимались только взаимомобогащением. Что касается вот той информационного мира, в котором мы живем, да, он действительно предлагает многие удобства, которые мы принимаем с благодарностью. Но да, я абсолютно согласен с вами, Люся, о том, что то, что они начинают, вот эти компании, такие как Twitter, Facebook, о чем вы говорили, Google, они начинают диктовать свою волю, если они начинают ограничивать тот ресурс, информационный ресурс, благодаря которому они развились, то свободу слова. Кстати говоря, в Америке по первой поправке Конституции о свободе слова они как раз выведены из этих ограничений. Они могут позволить себе отключить тогдашнего бывшего президента Америки Дональда Трампа от своих серверов. Вот это говорит о том, что деятельность компании, которые чем дальше, высокотехнологичных информационных компаний, должна попасть под контроль общества. И они должны работать на общество, а не на свои корыстные интересы. И это один из тех рецептов, которые сейчас предлагаются. Ну, слушайте, а какие инструменты? Мы уже видим, что политики фактически расписались в своем невозможности регулировать вот эти общественные СМИ. Ну, взяли президента, закрыли. Любого могут закрыть. Любого, понимаете? То есть, мне кажется, что сейчас уже снявши голову, по волосам не плачут. То есть, реальных инструментов воздействия, но вот это всесилие корпораций у политиков отдельных стран нет. И более того, у нас все более складывается впечатление, что именно корпорации ставят политиков как наемных менеджеров. И они исполняют их волю, а не наоборот. То есть, в этой ситуации, ну, как бы, хвост не может крутить собакой? Не совсем соглашусь с этим делом. Да, действительно, такова реальность нынешнего дня. Но, в принципе, как бы рецепт лечения этой болезни, в кавычках, он в создании конкуренции. Китай, который первый задумался, возможно, совершенно имея другие политические цели, он создал свою, в принципе, конкурентную среду. И, в принципе, в этом, возможно, это не очень хорошо, что Китай как бы в информационной сфере варится виртуально в своей, как бы в своем котле. Но они, продумав это, все-таки создали эту систему. И, в принципе, может быть, вы заметили, в последнюю неделю тот же, значит, Дмитрий Медведев, как заместитель председателя Совета по национальной безопасности России, заявил о том, что, в принципе, Россия рассматривает того, что ее и россиян могут отключить от всемирной сети. И мы можем им предложить уже тогда, сейчас, как бы свою сеть. В этом случае та давняя история с отключением ряда государств от банковской системы SWIFT заставила ту же Россию, Китай и ряд других стран подготовить и в преддверии иметь дополнительную возможность оперативного обмена информацией в банковской сфере. То есть в этом случае страны, к сожалению, для общей сети, для общей глобальной сети все дальше и все больше будут вынуждены идти в создание своих локальных, значит, локальных сетей для вот привлечения жителей своих стран к информационному миру. Хорошо. Давайте мы послушаем радиослушателя. У нас есть звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Я, наверное, попытаюсь, может быть, другими словами сказать. Вот я человек, воспитанный капитализмом, скорее всего. Да, и мне тоже задавался вопросом, вот почему иногда вот богатые, да, мне этот один человек задал вопрос. Вот, ну, ставят, бывает, там, миллионы, да, там, сто миллионов на кон, чтобы заработать еще два миллиона. Хотя у него уже есть там триста миллионов. Пойдем просто там в пример, ну, тот же самый наш АБЛВ-банк. Почему они, ну, как бы, пошли вот куда-то дальше и их, скорее всего, закрыли? Да, вот, я вроде как бы сам себе ответил, не знаю, ну, в капитализме ты не можешь стоять на месте. Большой всегда съест маленького, да. Если ты не растешь, ты только можешь двигаться вперед. Больше, больше, больше ты должен богатеть. Вот так и становятся эти корпорации, да. Идти ты должен, да, идти ты должен вперед. Ну, вот, как бы, там, Гугл, ему, или, там, Гугл, или Фейсбук, он не мог остаться на своем месте, да, вот, на маленьком, а владеть только чем-то, и, там, ресурсом американцев. Ему надо было глобально пойти вперед, иначе его бы кто-то другой бы обошел бы и, ну, съел бы. Ну, это все понятно, понимаете? И все скупает. Извините, извините, я вас перебью. Я понимаю систему, что она должна расширяться. Но речь-то сейчас как раз идет о том, что система исчерпала возможности дальнейшего расширения за счет поглощения каких-то рынков, да. Значит, она пережила кризис 90-х годов за счет разорения, фактически, социалистической системы. И сейчас накоплены огромные долги, которые сейчас еще будут увеличиваться за счет печатания денег для преодоления последствий пандемии. И понятно, что развивать или поддерживать эту систему за счет дальнейшего кредитования, выпуска новых долговых обязательств, при том, что уже общий их объем в два раза превышает мировой ВВП, это бессмысленно и это тупиковый путь. То есть вы вот понимаете, что дальше должно произойти для того, чтобы эта система каким-то образом уцелела? Или должна быть полная зачистка после того, и после этого будет возникать какая-то новая реальность? Я вам один простой пример скажу. Почему мы сейчас идем в зеленую энергию и в электронику? То есть тот же самый машиностроение, это большой-большой бизнес. Очень много фирм, очень много стран, вообще это их главный ресурс. То мы сейчас уходим от источников нефти и газа, уходим в электричество. Посмотрите, насколько сразу сократится, как мы только перейдем рубеж в 2030 год, сколько людей не нужно будет на рынке, вообще уберутся рабочие места. Ну то есть проще их просто уничтожить как таковых, да? Да-да-да, очень большой стрец экономики вот этим вот, ну как бы простым, то что мы перейдем на зеленую энергию. Это один из примеров. Ну дальше-то, наверное, надо говорить с экономистами. Понятно, спасибо вам за ваше мнение. Ну видишь, получается, Александр, что не нужны люди, поэтому пандемия это замечательный способ избавиться от лишних. Ну это уж совсем как бы констрологическая теория. Поэтому я здесь, мне в принципе очень симпатично мнение четырех целей, которые выдвинул президент России в своей давоской речи. Это первое, люди должны жить в комфортной среде. Второе, они должны быть уверены, что их доходы будут расти. И третье, они обязаны получить адекватное медицинское образование и адекватную, значит, медицинскую помощь и адекватное образование для своих детей. Вот это та цель, которая должна стоять перед любым обществом. Что же касается, ну то, что с нашим радиослушателем трудно не согласиться. Ну здесь надо читать, наверное, Маркса о том, как относится нормальный предприниматель к развитию своего бизнеса. И у него там очень есть рядких хлёстких слов. И несмотря на то, что вроде как считается, что идеи Маркса умерли, они нет. Они всё-таки в достаточной степени живы. И многие его идеи, о которых он говорил в середине XIX века, продолжают играть такую же роль. Что касается конкретного выхода мира, то, наверное, идёт разговор о том, что перестал играть в ведущую роль так называемый Вашингтонский консенсус. Что такое Вашингтонский консенсус? Это глобальное доминирование США, первое. Второе. Это доллар, который является основной резервной валютой, и он диктует условия в экономике. И третье. Западное мировоззрение является единственным доминирующим во всём мире. И, в принципе, мир стал настолько многополярным и настолько разнообразным, и это естественно, что, наверное, всё большее количество стран будет вынуждено отказываться от следования вот этому Вашингтонскому консенсусу. И, наверное, с этим надо будет рано или поздно смириться. Но те политические процессы, которые идут в Западном мире и в США, они говорят о том, что переход будет очень длительный и крайне болезненный. Вот эта болезненность, в чём она будет выражаться? Вот, например, Ваше мнение по поводу вот этих накопленных долгов и так далее. Я смотрю, у нас в Латвии, в Риге появились такие рекламные плакаты, которые призывают людей копить, мол, сейчас вот самое время накопить денежки, значит, придержать там и так далее. Ну, естественно, банки предлагают свои услуги в этом плане. Но мы же видим, что фактически экономика не работает, значит, деньги, которые вливаются в систему, они фактически не обеспечены товарной массой, они не покрываются производством. Значит, призыв накапливать деньги, это фактически, ну, можно, наверное, его сравнить, как с советской системой выдачи облигаций вместо зарплаты, да, то есть отложенным спросом. И этот отложенный спрос, ну, уже накоплен в каком-то размере на банковских счетах. Но при условии, что действительно в мировой экономике накоплено там в два раза больше долгов, чем эта мировая экономика производит, перспектива эти деньги сохранить, она выглядит все более и более призрачной. Мы помним, как накопление советских людей съела инфляция и свободные рыночные цены, да, и у меня вот на сберкнижке было 5 тысяч рублей, оставшихся после смерти мамы, а потом от них стало 25 латов, да, что можно было купить на 5 тысяч рублей, ну, машину можно было купить, там, копейку, да, Жигули, и что можно было купить на 25 латов, три раза сходить в магазин. Вот, то есть это был выход в иную реальность, выходом в иную реальность за счет населения. И что-то мне подсказывает, что опять будет сделано то же самое. Как вы считаете? Ну, я бы сделал другое сравнение не с Советским Союзом и 90-м годом, а, наверное, то, о чем говорят многие западные эксперты с большой тревогой, и, наблюдая за постепенным, как бы, приходом в упадок западного мира и Соединенных Штатов Америки, они сравнивают его с постепенным упадком Римской империи, когда… И один из тех же моментов, когда обесценивались те же римские сестреции, все меньше и меньше в них было серебра. Ну, я бы сказал бы, в принципе, мы знаем, откуда растут, что называется, ноги у данной финансовой системы. Решение фактически было принято в 70-е годы, когда банкиры и политики приняли принципиальное решение, что, в принципе, долги можно не отдавать. Долги могут копиться. Главное, чтобы они, вот эти долги, дальше продлевались и нормально обслуживались, выплачивались проценты. И на этом, как бы, что будет в дальнейшем, что будет в следующем поколении или через поколение, пускай нас это не волнует, давайте обеспечим нынешнее свое проживание сейчас. И это растет, как снежный ком. Но я бы сказал, что он, в принципе, как бы в идеальной схеме, когда долги превышают общий валовый национальный продукт, или как в Японии, более чем в два раза превышает, но до тех пор, пока та же Япония, обладая очень неплохим валютным золотым резервом, обслуживает эти все долги, с этой ситуацией все постепенно мирятся. И когда возникает ситуация с дефолтом, как в Аргентине или в Греции, только тогда начинают поднимать какой-то ажиотажный интерес к этому делу. Что касается общих финансовых дел и монополии доллара, как главной и основной резервной валюты, то стабильность финансовой системы и доллара не только кроется на каких-то финансовых инструментах и финансовых ресурсах. В надежность валюты это говорит о том, какой у страны политический потенциал, какой военный потенциал, как она может влиять на умы людей, используя телекоммуникационную сферу, а гиганты информационной сферы, они фактически все находятся в США. Получается, таким образом ты можешь сам навязывать довольно долго эту повестку. И внутренне понимаешь, что не может быть долги больше той собственности, которой ты обладаешь. До тех пор, пока ты можешь навязывать всему остальному миру вот эту повестку дня и не менять ее, и стараясь не менять ее, то в этом случае вот эта ситуация, о чем я говорил, она может довольно долго храниться, и упадок будет проходить мучительно долго. Есть еще один момент, субъективный фактор. Это мы отмечали в книге, и это все время сейчас проходит красной нитью. К сожалению, в мире чувствуется дефицит лидерства тех людей, которые способны пойти на крайние шаги в изменении этого мира, в тех ситуациях в политике, в экономике, в общественной сфере. Европейский союз, члены которого мы являемся, наглядный пример. Можем ли мы назвать ярких лидеров, которые готовы взять на себя роль реформирования того же Евросоюза? Ну, с уходом Меркель, возможно, только Макрон, и то с большой натяжкой может играть лидера, который возьмет на себя какую-либо роль. Такие, значит, харизматические лидеры, как венгерский премьер Орбан, конечно, да, но их роль, конечно, весьма и весьма, конечно, незначительна в общих пределах. Вот это выход старения, особенно хорошо видно в Америке, лидеров, которым далеко за 70, и не только лидеров, находящихся у власти, но и в оппозиции, людей, которые, в принципе, вышли из прежнего мира, они, в принципе, всем довольны тем удобством и комфортом, которые эта нынешняя модель экономики и политики им предоставляет, они вряд ли будут заинтересованы в изменении глобальной повестки дня. И это очень важный субъективный фактор того, что ситуация еще будет довольно долго сохраняться, постепенно приходя в упадок, но хотя выход какой-то должен быть. И что касается и системы упадка Римской империи, и более поздние ситуации, когда накапливались экономические и финансовые проблемы страны, они приводили либо к краху этой страны, одномоментному, как это произошло в Древнем Риме, или к братоубийственным войнам, как гражданским, так и воинам вплоть до глобального общемирового значения. Александр, вы упомянули о том, что нужны лидеры, которые готовы пойти на крайние меры. А как вам видятся эти крайние меры? Какие это должны быть меры? Списание долгов, перераспределение, прибыли корпораций в пользу более широких слоев общества? Да, в первую очередь, почему нет? Я думаю, что в первую очередь то, о чем, из чего начали разговоры, общество имеет право, наверное, требовать от корпораций, которые наращивают свой уровень прибыли, за счет них перераспределить часть своих богатств в сторону своих интересов. По-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, у президента Путина как раз и был разговор о том, что в западном мире существенно росли доходы только у одного процента тех же американцев. Остальные части и, в принципе, тот средний класс, который обеспечивает всегда стабильность любого общества, их доходы не увеличивались последние 20 лет и даже сокращались в некоторых случаях. Вот эта та опасная тенденция говорит о том, что ты не можешь работать целиком на золотой миллион или даже миллиард. Рано или поздно тебе придется рассчитаться по этим долгам. И вот ситуация в той же Америке с возникновением во многом манипулируемых, но этих массовых движений, как жизнь черных имеет значение, приведших к массовым беспорядкам, это говорит не о том, что можно, конечно, синицировать и сманипулировать движение в оппозицию действующей президентской администрации, но, в принципе, горючий материал уже накоплен, и он может рано или поздно выплеснуться как на улице ведущих государств, так и в противостоянии между развитыми и развивающимися странами. Хорошо, Александр, ну, понятно, горючий материал накоплен, социальные проблемы существуют, но я лично воспринимаю призывы президента Путина за все хорошее против всего плохого, ну, то есть он назвал там четыре аспекта жизни людей, которые, в принципе, являются расходными статьями, а не доходными. И понятно, что в предыдущей системе социальной, которая существовала там на этой территории, в том числе и в России, они эти принципы уже обеспечивали, то есть либо мы возвращаемся к социализму в каком-то новом ключе, либо мы ищем какие-то другие варианты, и этих вариантов не так много. И в этой связи у меня вопрос, а что делать вот таким, как Латвия? Мы маленькие, и ясно, что не предоставить там харизматичного лидера для Евросоюза мы не можем, не выдвинуть какой-то идеологии, которая бы повлекла за собой массы, мы не можем. Единственное, что мы пока хорошо умеем делать, это выполнять какие-то требования и рекомендации, бежать иногда впереди паровоза с внедрением этих рекомендаций. Вот в этой книге, которую мы сегодня анонсировали, и о которой, собственно говоря, так и не успели поговорить, Янис Урбанович, один из авторов этой книги и лидер социал-демократической партии «Согласие», говорит о том, что у Латвии нет своей идеи. Может быть, Латвии стоило бы присоединиться к Германии, когда Евросоюз начнет рушиться, ведь и опыт есть, и понимание процессов, столетняя и многолетняя история. Как вы думаете, как Латвия будет дальше действовать? Ну, не дай бог, если Евросоюз начнет рушиться, и мы начнем думать, кому бы сильному прибиться. Это, наверное, последнее, что хотелось бы сейчас пожелать себе и своему народу. Но что можно было предложить Латвии, это проведение разумной, собственной национальной политики. Но ни техаризматичных лидеров нет, а у нас тем более. Откуда же возьмется политика, если ее некому формулировать? Нет, ну это разговор идет о том, что, в принципе, мы должны, в первую очередь, любое государство, в первую очередь должно думать о собственных интересах и интересах собственного народа. И а не о том, как использовать в наиболее как бы быстром, эффективном ключе, о чем, Люся, вы говорили, бежать впереди паровоза, использовать интересы каких-то других, скажем, рекомендаций, которые идут нам из Брюсселя или из Вашингтона. Мне напоминает идею, которую высказали мне где-то лет 20 назад, когда я служил на государственной службе и нас обучали, естественно, в Брюсселе, как мы должны вступать в Евросоюз, на каких условиях. И нам рассказывали, как важно использовать те инициативы, те директивы, которые будут поступать нам из центра нашей маленькой Латвии. Самым интересным была последняя встреча, которые организовали для нас, в данном случае для всех представителей балтийских государств, в представительстве Швеции при Евросоюзе. И вышел главный представитель или посол, и он сказал, посмотрел на нас так, хитро прищурился и говорит, вас тут, наверное, учили, как все надо аккуратно и детально выполнять, так вот, послушайте меня. Значит, во-первых, ни одно нормальное национальное государство в Евросоюз не пошлет более-менее нормального своего чиновника или политика. Посылают обычно самых неудачников. Вот. Им там, в принципе, никто не дает свои сумасбродные идеи реализовать в своей стране. И они пытаются их реализовать на уровне Брюсселя. Вот. Нормальные страны, нормальные, он подразумевал, в том числе и Швецию, никогда не пойдут на реализацию очень сомнительных проектов. Хорошо, Александр. Это связано с маленьким странами. Да. В общем... Он говорил, никогда 10 раз подумайте о том, что вы должны исполнять. И действуйте из интересов собственной страны. Хорошо. Будем надеяться, что в Латвии зреют политики, которые будут готовы действовать в интересах нашей страны. И в эти времена бурь и нестабильности вокруг нас найдут тот спасительный путь, который выведет народ с минимальными потерями из этой тяжелой ситуации. Сегодня мы обсуждали мировую повестку, Давоский форум, речь президента Путина и американское лидерство вместе с директором Балтийского форума Александром Васильевым. У нас были звонки, которые мы, к сожалению, не успели принять. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно поговорим со слушателями более подробно. Программу подоплека провела Людмила Прибырская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго. До встречи через неделю. До свидания.